Провалившийся асфальт, трещина неровности, которые глазом не увидеть, но роллером почувствовать и другие недочеты. В таком состоянии лыжероллерную трассу сдали спортсменам. Местами в один слой асфальт лежит, это точно я знаю. Местами где-то армированной сетки нет армирующей. Местами где-то благоустройство не так сделали, то есть не там выровняли. Мусора много. Масса всего. Трещины, ямы. Лыжероллерная трасса протянулась на 2150 метров. Шириной на 4 метра в некоторых местах доходит до 8. Вот только качество ее оставляет желать лучшего. Как и говорилось ранее, многие ямы глазами не заметить, но например лужа от дождя, который прошел 11 мая, не высохла до сих пор. А бордюр, согласно нормативам, должен быть уложен вровень с асфальтом. Вот только разница в некоторых местах доходит до 10-15 сантиметров. Основная проблема здесь в том, говорит Дмитрий Самарский, что если попасть даже в небольшую трещину на роллерах, то спортсмена может повезти в другую сторону. На обычных роллерах в Мемориальном парке можно развить скорость до 40 км в час, на скоростных до 60. Легко представить, что будет человеком на такой скорости, если колесико угодит в яму. И это уже на готовой трассе. В период, в который строилась эта трасса, уже как бы насторожил. Конец октября, а ноябрь выдался морозным. То есть мороз, а сразу же лег снег, снежный покров 10 сантиметров. То есть часть асфальта уже клалась в снег. Хотя уверяли, что все по нормам, по стандартам, все замечательно, ребят, все будет. Стоила лыжероллерная трасса 29,5 миллионов рублей. По словам Дмитрия Самарского, деньги на нее выделили из областного бюджета. Гарантийное обязательство 5 лет. И гарантийное письмо, говорят, уже подписано. Осталось только дождаться, будет ли ремонт. Раньше говорилось, что приступят после майских праздников, но ВОЗ и ныне там. Рязань уже подарила стране несколько призеров и чемпионов мира по лыжным гонкам. А сейчас подготовка у спортсменов такая, что без роллеров нельзя никак. И тренироваться им на трассе, которая изрыта ямами, где отходит бордюр, говорит Дмитрий, не лучший способ. И поэтому бороться за лыжероллерную трассу будут. Уже написали письмо в администрацию и прокуратуру города. Мы будем следить за развитием событий.